Аксинья Валько о проекте «Дистанционный контроль массы тела» узнала на приеме у эндокринолога. Помимо проблем с щитовидкой, у пациентки были жалобы и на повышенное давление, и на избыточный вес. В апреле нашей героине весила 126 килограмм. Аксинья признается, поменять образ жизни ей удалось достаточно легко. И останавливаться на достигнутом результате она не собирается. За полгода ей удалось сбросить 31 килограмм. В планах увидеть на весах цифру 70. От каких продуктов пришлось отказаться? Нет, каких не отказывался вообще. Конфеты были? Ну, единственное, что алкоголь. Я вообще исключила эти 6 месяцев. А так все подряд. Нет, я не исключила продукты никакие. Просто нормализовала, уменьшила порции. Это раз меньше ужина, как сказать, порции ужина меньше. То есть обед, ужин у меня стандарт идет, а ужин у меня уже более белковый. Уменьшила количество. Помимо уменьшения калорий в обычную жизнь Аксине добавился еще и спорт. Ходьба не менее 10 тысяч шагов в день, домашние тренировки и акваэробика. Также регулярные приемы у специалистов и отчет три раза в неделю своему врачу-куратору через интернет. На связи мы каждую, то есть три раза в неделю. Три раза в неделю они мне отправляют свои данные, свои результаты. Также некоторые из них, не все, конечно, они отправляли именно дневники самоконтроля. То есть именно что они кушали, как они питались. Это мы все и с ними корректировали. Опять же, это все было дистанционно. Раз в месяц они приходили на прием. То есть мы смотрели вес, рост, давление, общались. То есть уже было общение. В проекте участвовали 93 человека. Им всем пришлось не просто сесть на диету, а поменять образ жизни. Целью пациентов было не только сбросить лишние килограммы, но и поправить здоровье. В частности, снизить артериальное давление. Курировали пациентов врачи-терапевты, эндокринологи, кардиологи. Вот поэтому наблюдение было достаточно плотным. Вот сейчас, в октябре, у них уже крайние посещения. То есть прошло 6 месяцев, мы на 6 месяцев рассчитывали. Все пациенты были обеспечены также шагомерами, средствами контроля массы тела и средствами контроля гипердонитного артериального давления. Стать частью проекта может почти любой желающий. Ограничения есть у людей с заболеваниями сердца, онкологией и прочими серьезными болезнями. Перед началом участия в проекте, каждый записавшийся обязательно проходит медицинское обследование. Записаться на следующий год можно уже сейчас по телефону 32 58 08.